Привет, это снова Вадим Макеев, и сегодня будет очень простой выпуск. Мы возьмем один сайт и разберем его как следует. Этот сайт LinguaLeo, сервис, на котором люди учат английский и, может быть, другие языки. А на ваши вопросы я отвечу потом, как-нибудь, может быть, в следующем выпуске, а может быть, на неделю выпущу специально. В общем, поехали. Прежде чем мы начнем, маленький дисклеймер. Что такое критика? Критика – это когда я что-то критикую. Критикую потому, что мне кажется, что можно сделать лучше. И если вы, послушав эту критику LinguaLeo, которую я сейчас на вас вывалю, работаете там, или знаете людей, которые там работают, или, в принципе, ну как-то можете кому-то рассказать об этом, я, наверное, сам уже не буду ходить и дергать за рукава. Если вы взяли и сделали сайт лучше, приходите ко мне, возвращайтесь. Я снова сделаю обзор сайта и посмотрим, какие ошибки исправили. Но, наверное, для этого нужна некоторая смелость. Так что я не расстроюсь, если вы просто промолчите и сделаете это молча, тихо, и слава богу. Главное, не обижайтесь. Я это делаю, чтобы другие люди поняли, какие ошибки лучше избегать на собственных проектах. Я не пытаюсь кого-то растоптать. Я просто говорю, вот, ребята, есть хорошие практики, вот как это можно улучшить, вот как можно сэкономить мегабайты, килобайты и сделать сайт доступным и удобным. Ну, собственно, я не злобный урод. Я надеюсь, это понятно. Я надеюсь, никто не будет обижаться. А сейчас поехали критиковать. На самом деле, сегодня мы будем разбирать не целиком сайтлинг валио. Ну, он наверняка большой, там есть админка и так далее. Ну, я кое-что видел. Я, по-моему, даже завел как-то аккаунт и попробовал. Сегодня мы разберем просто главную страницу. То есть, по сути, лендинг, где вам предлагают зарегистрироваться, рассказывают о фичах. Ну, типичный такой, знаете, одна страница, на которой вот всякое такое рекламное, красивое. А эта страница должна впечатлять. Она должна быть красивой, поэтому там много графики. Она должна быть информативной, поэтому там много текста. И, ну, собственно, вот типичный, абсолютно типичный лендинг. В общем, давайте посмотрим, как она выглядит, как она устроена. Ну, выглядит она, в принципе, неплохо. Веселый львенок. Мне этот маскот всегда был симпатичен. Это форма регистрации, на которую постоянно-постоянно все вообще сосредоточено. Вы должны сюда зайти и зарегистрироваться. Это, собственно, главная ее цель. Ну, и еще есть возможность переключить языки. Португальский, бразильский, русский, турецкий, испанский, испано-американский. В общем, все понятно. Есть еще всякие фичи, смешные львята, какие-то картинки. Учись со львом играючи, ну и так далее. Ну, в общем, показывают, как фильмы можно смотреть и переводить. Что это на разных девайсах работает. В общем, отзывы какие-то, пользователи. Ну, абсолютно типичный лендинг. Ну, то есть, в принципе, все хорошо. После прошлого разбора с сайта CSS Minsk.js, кстати, только что вернулся, вообще вошел домой, и тут уже для вас пишу новинку. Так вот, после прошлого обзора было много хороших комментариев, и в частности были комментарии, где разбирались другие проблемы этого сайта, что там со шрифтами что-то не то, еще что-то не то. Так что, если вы из CSS Minsk.js, почитайте комментарии к этому видео, вернее, к прошлому видео, где рассказываются какие-то дополнительные подробности. Так вот, не то, чтобы я их сам не видел, ну, а кое-чего не видел, сознаюсь, а просто я неуглубленно рассматривал. Моя задача была найти какие-то основные вещи, которые интересны мне, которые, мне кажется, легко решаются, и рассказать о них. То есть, в принципе, я фокусирую... Я делаю не полный аудит. Я фокусирую свое внимание на каких-то вопросах, которые, ну, мне кажется, полезно вам будет рассказать. То есть, это не стопроцентный аудит сайт, это совсем другая история. Так вот, сегодня на сайте LinguaLeo я нашел, пожалуй, две главных проблемы, очень большие, очень серьезные, о которых мы сегодня не будем говорить. То есть, не будем рассказывать обо всем на свете. Вот это вот, чтобы вы понимали. Поэтому давайте сначала посмотрим, как сайт грузится. Я первым делом всегда открываю панель, Network from DevTools, отключаю кэш и начинаю. Давайте откроем отладчик и посмотрим на панель Network. Собственно, открыли. Галочка DisableCash уже стоит. Ну и давайте обновим страницу и посмотрим, сколько она занимает. Поехала, поехала, поехала. Ого, уже 3,5 мегабайта. Может быть, еще? О, все. Всего каких-то почти 6 секунд. И 4,1 мегабайт передано по сети. Чего передано в основном? Давайте мы зайдем на наши... Откроем все побольше и посмотрим на... Отсортируем все по размеру. Стортируем по колонке Size, так чтобы по обыванию. На первом месте картинка, картинка, картинка и только потом JS. Ну а дальше снова картинка, 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 картинка. Потом счетчик, еще что-то. То есть, самые тяжелые вещи, это картинки здесь. То есть, даже JS, на который все обычно страшно ругаются, вот этот бандл их один большой целиком. Ну, может быть, там есть под какие-то бандлы, но... Ну да, вот React какой-то, еще что-то такое, какие-то библиотеки. В общем, JS здесь есть, но это не проблема. Проблема, как вы видите, мне кажется, проблема здесь, на этого сайта, картинки. И мы с вами поймем, так ли это на самом деле. В общем, 800 килобайт картинка, 500 килобайт, 380, еще 380, там 200, 280 и так далее, и так далее. Чего-то дофига. Давайте мы посмотрим, в чем проблема с этими картинками. Вот эти вот картинки, они вообще вставлены как AMG. Открываем их в отдельные вкладки и видим, что это... Мы можем помасштабировать очень сильно, очень сильно, очень сильно. Это у нас вектор SVG. Окей. Картинка называется 1, ну и хэш вставлен, чтобы кэшировать картинку, ее модификации. Хорошо. Прежде чем оценивать всю графику на сайте, я обычно делаю очень простой тест. Я беру самые тяжелые картинки, скачиваю их на рабочий стол, а потом открываю правой кнопкой ImageOptim. Ну, есть такая программа для оптимизации картины, которую написал Корнель Лисинский. И смотрю, сколько процентов эта программа может выжить. То есть, если картинки на сайте оптимизированы разработчикам, не просто экспортированы из фотошопа, из иллюстратора, откуда-то еще, если они прямо оптимизированы. ImageOptim говорит 0% экономии, 0% экономии, 0% экономии. Ну, может быть, не знаю, 0,1% или 1%. Ну, то есть, когда недостаточно дожали, такое бывает. То же самое с svg-картинками. Я в консоли кидаю svgo-команду, и она там мультипассом с какими-то дополнительными параметрами, и она проходится по svg-файлам и говорит там, можно сэкономить что-то, нельзя сэкономить что-то. В общем, я это уже сделал, вы не будете ждать смотреть, как это происходит, я просто сравню размеры, которые получились. Итак, у меня есть папка с разными картинками, которые я сохранил с сайта LinguaLeo, потом кинул себе там в папочку и всячески пытался их оптимизировать. Давайте посмотрим на картинку 1svg, ту самую. Если посмотреть на ее размер, то получается, что это 443 килобайта. Это довольно-таки очень много, прям вот очень сильно много. То есть, она, наверное, там к зипу из-за по дороге в браузер, наверное, вот эти размеры, кстати, мы видели в панели Network, но это все равно что-то очень дофига. Я взял и засунул ее в svgo, и в svgo получилось, что картинка весит 246 килобайт. Я, кстати, рекомендую картинки сохранять в систему контроля версий уже оптимизированной, потому что на самом деле сборка картинки или чистка ее, особенно растра, во время сборки очень сильно удлиняет эту сборку. Потому что все эти чистильщики, ну, кроме svgo, наверное, он хоть и делает мультипассы, но они не очень тяжелые. Так вот, все эти чистильщики, типа PNG-шные, всякие PNG-кванты и прочие PNG-краши, они много-много раз на разными алгоритмами прогоняют эту картинку, чтобы упаковать ее максимально эффективно. И ваша сборка может незаслуженно вырасти просто из-за того, что при каждой сборке, а если у вас еще Continuous Integration какой-нибудь, то вообще прям очень часто это происходит с каждым коммитом, который проверяется. То есть я лично картинки кладу в систему контроля версий уже почищенные, точно растр. SVG, ну, если вы хотите сохранить его, если он такой, знаете, для ручного редактирования, наверное, возможно, его стоит хранить так и собирать только SVG. Это относительно дешевый процесс. Короче, картинки можно и нужно оптимизировать. Тут с SVG получилось, ну, это никто не сделал. А можно еще уменьшить эту SVG-шную картинку? Давайте подумаем. Вообще размер этой картинки на сайте 270 с чем-то пикселей. Давайте посмотрим. Сходим на сайт, кликнем по картинке, inspect и посмотрим ее размер. Ну да, 270 пикселей получается. То есть она вставлена в размере 270 пикселей. И если мы посмотрим на мобильную версию, то в принципе картинки особо не адаптируются. Они как... Господи, они куда-то пропали. А, ну ладно, вот. Они как вставлены на 270. В общем-то так, по-моему, 270 и остаются. Ну да. То есть картинки как вставлены, так и остаются. И на мобильной версии, и на доступной версии. Окей. То есть сильной разницы для масштабирования не нужно. И по идее здесь хватило бы растровой картинки. Давайте попробуем сохранить наш SVG в PNG. Обычные PNG. И как мы видели по этим картинкам с ольвятами и прочими там девайсами и штуками, они нигде не накладываются. Они просто стоят на главной странице. То есть, в принципе, можно даже полупрозрачность нам не нужна. Давайте проверим. Я уже сохранил эти картинки в PNG, как вы видите, вот эту вот нашу первую и все остальные, чтобы сравнить. И я сохранил их в PNG 24. Потому что когда я пытался сохранить их в PNG 8-битном, где 256 цветов, цветов не хватало для градиентов на тетрадочке и так далее. В итоге у меня получилось две картинки. Одна 1х, другая 2х для ретины. И получилось, что одна картинка весит 37 килобайт, другая 80. Давайте мы еще раз вспомним, сколько весит наш SVG. Хорошо. Даже для SVGO-версии. 246. Это очень много. Если все их взять, они все весят больше мегабайта. Больше мегабайта. То есть, четверть лендинга – это просто львята. Мегабайт. Ладно, ну, хорошо. Мы научились с вами оптимизировать их с помощью SVGO. И что же получилось? Если просто взять и применить инструмент, который широко известен, получается, что можно получить около 700 килобайт. 700, ну там с чем-то. Более точно можете сами посчитать, посмотреть, как это оптимизируется. То есть, просто инструмент применили раз, там, 400 килобайт долой. Просто бесплатно, абсолютно бесплатно. Но если посмотреть на этих львят, они ведь… Им даже полупрозрачность не нужна. Если их оптимизировать в PNG24, в однократные и двукратные, то мы получаем экономию до 400 килобайт. Опять же, с копейками. Но 400 килобайт – это весит и однократные, и двукратные версии. То есть, суммарно. Но никакие браузеры не загружают и ту, и другую, если использовать какой-нибудь ING source set. Они загружают либо одну, либо другую. Так вот, одна из них весит примерно 300 килобайт суммарно, все пять картинок для ретины. А для обычных неретиновых экранов весит около 100 килобайт. То есть, на неретиновом компьютере, мониторе, точнее, ну, тест-топ, скорее всего, сейчас эти пять несчастных львят занимают мегабайт, а могли бы занимать 100 килобайт. Или 300, если это налог на ретину. Фантастика, да? То есть, применив инструменты или применив голову, можно сэкономить 900 килобайт, просто экспортируя в картинке правильно. Вот такая вот магия. Ну ладно, ладно, не все картинки на сайте в SVG. Там есть еще всякие пальмы, всякие такие штуки. Много разной графики на сайте. Это лендинг, он должен быть красивым, я понимаю. Есть еще PNG и ни одного JPEG. Ха, давайте посмотрим. Ну, мы с вами уже поняли, что лендинг красивый. Здесь много разной плоской двумерной графики с ольвятами, с джунглями и все такое. Но, среди прочего, выделяются абсолютно неплоские картинки, как вот, например, вот этот Челентано, который влюбляется. И, в общем-то, ну, картинка как картинка. Но я обнаружил, что вот эти вот штуки сзади, которые вы видите, полосочки справа, это тоже самостоятельные отдельные картинки. И они загружаются отдельно. Хотя от них видно только хвостики. Вот тебе на. Я скачал все эти три картинки на рабочий стол и попробовал их оптимизировать, чтобы они были более адекватными. Ну, первое, что бросается в глаза, это картинки фотографического типа. То есть, там есть какие-то плавные формы, тени, градиенты. Ну, то есть, абсолютная фотография. Но они оказались в PNG. Давайте посмотрим, какие картинки я скачал из той галереи, которая не листается почему-то. Это, собственно, карт 2, карт 3 и ruadriano. Есть у нас вот такие вот три картинки. Ну, первым делом, как из SVG, я пропустил имеющиеся картинки, не меняя методы экспорта, просто вот эти вот PNG-шки, через imageOptim, чтобы просто проверить, кто-то попытался их оптимизировать или просто шлепнул из фотошопа или откуда-нибудь еще. Ну и, конечно же, да, никто даже не пытался. Давайте взвесим, сколько эти карточки весят. Карт 2, карт 3 и adriano все вместе, получается 846 килобайт. То есть, почти мегабайт на три картинки, две из которых не видно. Давайте еще раз посмотрим сюда. Я не знаю, как, что нужно сделать, чтобы их стало видно. Ну, то есть, можно вот так вот повытаскивать, смотрите, я пасхалку нашел, можно вытащить брата, и, наверное, как-нибудь можно вытащить спартанцев. О, вытащил спартанцев, окей, это спарта. Ну, а как их еще посмотреть, и как они вообще могут пригодиться здесь, я не знаю. Ну, ладно, вернемся обратно. В общем, эти метр, растро, из которого только один из них полезен, из троих, весит 846 килобайт. Если просто пропустить их через ImageOptim, получается, давайте посмотрим, 2, 3 и adriano. Получается 655. То есть, 200 килобайтов ушли просто так, никому не нужные. Ну, хорошо, круто. Но есть еще один нюанс с этими картинками. Если приглядеться, то видно, что они еще со скруглением. А если приглядеться еще внимательнее, то можно увидеть тени на этих картинках. Давайте посмотрим. Берем брата и начинаем его растягивать. И мы тут сразу видим, что тут скругление и какие-то тени. То есть, сейчас этим фотографиям нужен PNG24, потому что только в PNG24 мы можем сделать, ну, из таких распространенных, хорошо поддерживаемых форматов, мы можем сделать вот такое скругление с полупрозрачности, с тенюшкой и так далее. Откуда эта полупрозрачность и тенюшка взялись? Ну, дизайнер нарисовал. То есть, он взял на макете, скруглил, масочку положил, тень бросил, уже не знаю, там, фотошоп, скетч или там, что там, где сейчас рисуют. И получилось, что верстальщик нашел эту картинку и подумал, ну, скругление, тени, надо экспортировать в PNG. Совершенно не подумав про то, что есть такая вещь, как комбинаторика. То есть, вы можете взять одно, применить к нему другое и получить что-то третье. Ну, реально. Border, Radius и Box, Shadow. И можно взять и использовать JPEG. То есть, я взял эти картинки, обрезал им тени, обрезал им скругление, ну, дорисовал его там штампиком в фотошопе. И получилось удивительное. Если взять три JPEG, которые я вот таким образом нарезал, немножко упростив от теней и всякой мишуры, карт 2, карт 3 и, собственно, Адриана, все три JPEG. Я сохранил их со сжатием 60%, чего более чем достаточно для этих картинок. Я, в общем-то, сравнивал, смотрел. То получается, они весят всего 93 килобайта. То есть, было 800 килобайт, а стало 93. Почти в 10 раз меньше. Просто потому, что мы взяли, посмотрели, что это фотографии, убрали лишнее, а потом применили, не знаю, Border, Radius и Box, Shadow. Просто же. Ну, да. В итоге, на SVG мы сэкономили 800 килобайт, а на PNG почти 750. То есть, в сумме это получается примерно полтора мегабайта. Полтора мегабайта мы сэкономили, просто взяв и оптимизировав часть, маленькую часть графика, которая используется на лендинге. Две ненужных фотографии можно, в принципе, вообще выбросить. Ну, вот честно скажу. Так и надо сделать. Ну, или объяснить мне, как их нужно смотреть. SVG нужно упростить до растра. Не все, что нарисовано в векторе, должно быть экспортировано в SVG. SVG бывает сложный. И нужно понимать, это простые фигуры. И на самом деле, любой SVG, наверное, стоит экспортировать в PNG двукратно и понять, типа, а что легче получается? Он еще и рендерится быстрее будет. При всей моей любви к SVG, ну, надо просто подходить к этому серьезно, а не, типа, я люблю этот формат и буду его использовать всегда и везде. И для фотографий тоже. И вот такая вот ерунда получилась. Мы полтора мегабайта сэкономили, ну, потратив, там, не знаю, 5-10 минут. И еще один забавный момент. Эта картинка 1 SVG не просто так очень тяжелая. На самом деле, есть другая картинка, тоже очень тяжелая. Я обратил на это внимание и решил понять, в чем может быть проблема. Это 1 SVG, вот эта вот картинка, и 5 SVG, вот эта вот картинка. Их что-то объединяет. Давайте посмотрим. Что-то их объединяет. Давайте мы взглянем, как выглядят эти файлы в текстовом редакторе. Откроем его. Ну, во-первых, мы тут же понимаем, что все нарисовано в скетче и абсолютно не оптимизировано. Ну, классно. Ладно. Про SVG мы поняли, надо оптимизировать. Крутим, крутим, крутим. Градиенты, 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 градиенты. На-на-на. Всякие пути, транслейты. Все это жутко не оптимально. Это удобно для редактора графика, но жутко не оптимально. Ладно. Идем дальше. Идем дальше. Смотрим. И что же? А, это что-то. Это что-то странное. Это B64, ребята. Смотрите-ка. У нас в SVG вставлен растр. Data Image PNG B64 и поехали. Поехали, 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 поехали. И огромную часть этого файла занимает растр. Я посмотрел в иллюстраторе, что это за растр, и получилось, что вот этот земной шарик, скрыт градиентом, он на самом деле большой. И он целиком это растровый глобус. Очень простой, очень плоский, который на самом деле можно было бы, во-первых, обрезать хотя бы, а во-вторых, вставить тоже SVG, который занял бы значительно меньше места. Ну, то есть, эта иконка не просто неправильно экспортирована. Она может быть даже еще неправильно нарисована. Потому что, если вы уж рисуете векторную иллюстрацию, так нарисуйте ее целиком векторной. Ну, серьезно. А трассировать этот несчастный глобус довольно просто. В итоге, дизайнер запутал разработчика, или разработчик не понял, что там растр. Ну, наверное, нужно и одним действовать умнее, и другим не доверять всему, что нарисовано в векторе. В итоге, очень весело. То есть, картинка просто просилась в PNG, потому что там уже есть PNG. Ну, да, получилась вот такая вот забавная ситуация. Еще и дизайнер немножечко глупость сделал. Зато в скетче рисует, и на том спасибо. Я еще хотел рассмотреть разметку этого сайта, но когда я ее увидел, я понял, что говорить там особо не о чем. Ну, то есть, все плохо. Откровенно плохо. То есть, абсолютный диватос, в смысле, что заболевание такое, когда вы используете только дивы, но смешанный с какими-то забавными представлениями о реальности. Вы заметили, что по сайту ты крутишься сверху вниз, и снизу вверх, туда-сюда, вас пытаются засунуть в эту форму, рассказав о фичах, снова засунуть в форму. Ну, то есть, ну, обычный лендинг, где от вас хотят всего одну вещь, но очень сильно хотят. Так вот, практически все, куда вы кликаете, это кнопки, причем сделанные элементом button, но кнопки, которые работают как якоря. То есть, вас, по сути, кидают от одного якоря к другому якорю, от одного якоря к другому якорю. И спасибо за использование семантического элемента button, но, черт побери, это ссылки, ссылки по странице. Ладно, давайте посмотрим, как это работает. Ну, давайте еще раз вспомним. Узнать больше? Пау, прокрутили. Попробовать бесплатно? Пау, прокрутили. Премиум? Пау, прокрутили. Купить? И обратно в форму. Ну, в общем, пока не укачает, можно вот этим развлекаться. И как оно все сделано? Ну, попробовать бесплатно? Естественно, это кнопка, потому что она выглядит как кнопка. Button? Попробовать бесплатно. Классно. Купить? Тоже кнопка. Еще раз купить? Ну, естественно, кнопка. Что еще? Ну, узнать больше? Ого, это ссылка. Ссылка на пустой якорь, который ведет к узнать больше. Премиум. Это ссылка, которая ведет на якорь зачем-то. И премиум. То есть, то, что вас крутит вниз и выглядит как кнопка, это ссылка. А то, что вас крутит наверх и выглядит как кнопка, это кнопка. Хотя действует как ссылка. Это было все на сегодня. Продолжайте присылать идеи сайтов. Продолжайте задавать вопросы. У меня уже много чего накопилось. Много идей, куда это все развивать, что делать. Так что мы будем с вами еще, конечно, развлекаться дальше. А пока, в общем-то, hi, people's bay net. Все как обычно. Я жду ваших писем. И, естественно, ваших там лайков, дизлайков и что там у вас есть. Главное, чтобы вы не оставались равнодушными. Скажите, что вам нравится, что вам не нравится. И присылайте ваши идеи, потому что без них это все заглохнет. Я буду просто бурчать про никому не важные, не интересные сайты. Хотя я и так буду бурчать про никому не важные, не интересные сайты. Не важно. Главное, продолжаем развлекаться. Все. До следующей недели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok